КОСМИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ КОСМИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ КОСМИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ КОСМИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ К тому же цены рыночные пошли на обыль и теперь витамины стали намного доступнее. Вот, например, свежие огурцы можно приобрести по цене 32 рубля за килограмм. Укроп подешевел до 80, а зеленый лук до 100 рублей за кило. Кстати, наши огурчики ценятся намного больше, чем привозные. Считается, что полезных веществ в наших огурчиках гораздо больше. Ну, вот от предмета, которым пойдет речь в нашем первом сюжете, лишен полезных веществ напрочь. Курить, как известно, здоровью вредить. Но одно дело свои легкие табаком портить, и уж совсем другое отравлять жизни опытных тинейджеров. Чем, собственно говоря, и занимаются недобросовестные продавцы многочисленных киосков и ларьков. Сигареты продают везде, и многие просто забывают, что спички и табачные изделия детям не игрушки. Закон говорит, что до 18 лет не продавать. Вот на многих киосках, в ларьках написано, и все равно продают. Подходят, вот такие маленькие дети продают. Чтобы узнать, действительно ли это так, мы решили провести своеобразный эксперимент. Действовали по наводке, и точно знали, в этом киоске сигареты детям отпускают. Взяли маленького мальчика, дали ему денег, и попросили купить для нас пачку табачных изделий. Однако продавец оказался очень бдительным, и увидев нашу камеру, продавать никотин отказался. Впрочем, беседовать с нами тоже. Все сигареты-то продаются? Да, но не везде, но продаются. Не только сигареты, но и воду. Тут уже можно делать кое-какие выводы. Если маленькому ребенку можно спокойно приобрести табак, как тут не закурить? А почувствовать себя взрослым хочет каждый. Для этого много усилий не требуется. Достаточно сходить в ближайший магазин и приобрести себе порцию отравы. Сигарета-бак же это на котике, по идее. Не должны с вами подаваться. Однако не все согласны с этой точкой зрения. Курить начинают в очень юном возрасте, когда организм еще не окреп. О последствиях столь страшной привычки не задумываются. Время идет, и спустя какой-то период отказаться от запретного плода становится очень сложно. При лавке магазинов рекламные щиты на улицах кричат о том, какие свежие идеи придут в голову, если под рукой окажется сигаретка другая. Мелкие буквы внизу плаката о каких-то предупреждениях Минздрава навряд ли кто-то вообще замечает. Правда, некоторые листки с пропагандой содержат предупреждение о том, что лицам до 18 продажа табачных изделий запрещена. Однако следят за соблюдением этого правила пока что лишь на словах. Ну вот лично у меня глубокое совершенно убеждение, что вот если уж ты закурил, так и кури бога ради. Только сам зарабатывай на эти сигареты денежки, а то ведь они правда действительно не очень-то и дешево стоят эти самые сигареты. Вы знаете, у меня вот такое, есть слухи, я хотел бы озвучить слух о том, что вот надпись на киосках, которая сегодня существует, мы не продаем сигареты лицам моложе 18 лет, на самом деле рождена в недрах хитроумных табачных компаний. Это, так сказать, способ прорекламировать запретный плод, который, как известно, всегда очень сладок. Да, вот я поддержу эту версию. Действительно, мы как бы запрещаем детям курить, но ничего для этого не делается. Я могу легко прийти в любой магазин, купить сигареты, курить, мало того, делать это публично, демонстративно, и никто из взрослых ничего мне не скажет и не сделает. Может быть, в этом причина и скорее на психологического порядка. Ну вот насколько я знаю, что в некоторых школах даже запрещают просто курение на территории, делают специальные курилки, то есть кури там. Ну скорее не запрещают, а разрешают. Разрешают, да, совершенно верно. А вот вышел ты уже, поймали тебя за пределами этой курилки, тогда все, извини, штраф. Причем довольно-таки солидный, где-то рублей 500. Ну, проблема существует вечно, и как с этим бороться, может быть, знаете, вы звоните к нам в студию. А пока к нам дозвонился Алексей, он как раз, насколько я понимаю, поведает нам не о вредном, сигаретном дыме, а как раз о той самой первой весенней зелени. Добрый вечер, Алексей, рассказывайте вашу историю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. В общем, такой казус, вот продают огурцы и помидоры на рынках. Так это прекрасно, что... Какой же... А там написано, что огурцы Чурилова и помидоры Чурилова, а где-то вот в СМИ, я или читал, или слышал, не помню, что Чурилова не выращивает помидоры. Вот так. Ну а вы задавали вопрос продавцам? Вы знаете, нет. Нет. Ну, видимо, этот вопрос задаст наша программа, но, по крайней мере, очень любопытный слух, мы обязательно его проверим, о результатах сообщим нашим телезрителям. Павел, здесь информация. Есть информация, и сегодня вы не увидите целую цистерну бензина, которая понадобилась для того, чтобы заправить дополнительные рейсы автобусов. Зато вы узнаете, что весь резерв автобусного парка был задействован, чтобы развести желающих до кладбища. Если раньше в родительский день втиснуться в транспорт было практически невозможно, то на этот год число покалеченных от поездки нудилось до минимума. Очень хорошо автобусы ходят. Один отходит, второй уже стоит, загружается, третий уже ведет погрузки. Отлично просто. Идеально ходят. Мы знаем, что в родительский день всегда очень хорошо ходят автобусы. А вместе с тем число автобусных рейсов увеличилось, и, как ни странно, увеличилась и цена на искусственные цветы. Но, несмотря на это, каждый посетитель приобрел и цветок, и провиант, и грабли с собой захватил. Такая уж традиция в праздник Радуница или по-простому родительский день отдавать дань тем, кого уже нет с нами. Жалко только, что этот день официально не отмечен в наших календарях, как выходной. И многие люди, к сожалению, сегодня на кладбище не попали. Ну, а также сегодня вы не увидите ни одной исторической ценности. Зато мы вам расскажем, что в нашем городе их стало чуть больше. Раскопки, которые проводились челябинскими археологами, позволили составить историческую картину жизни челябинцев в конце 18-го, начало 19-го веков. Они узнали, что, например, фарфоровая посуда была большой редкостью. Зато очень часто люди страховали свою жизнь. Самые интересные экспонаты, которые были найдены в ходе раскопок, можно будет увидеть на выставке. Она проходит в Центре историческое наследие. Боюсь, как бы в будущем такие качества, как доброта, искренность и отзывчивость, также не попали в музеи и не рассматривались как виды исчезнувшие. Но вот в нашем следующем сюжете этих качеств у человека, слава богу, сохранилось достаточно. Два года назад Александр Филиппович, словно герой из сказки, нашел нечто. Правда, ему, как Ивану Царевичу, искать то, не знаю что, вовсе не требовалось. Оно само к нему в руки попало. Что делать? Что делать? Я обладатель, не знам от чего. Не знам от чем, оказалась обыкновенная сумка. Нашел ее Александр Филиппович, когда в банк за деньгами отправился. Именно там, в сберегателем учреждений, и увидел он бесхозный предмет, который его, кстати, ничуть не обрадовал. Опасно. Я сразу подумал, что, не дай бог, теракт, мало ли что. Но гражданин Дронов оказался человеком сильной воли. Потому, поборов свой испуг, он забрал неизвестную торбу с собой. Конечно, не с целью наживы. А дать находку работникам банка Александр Филиппович не смог лишь потому, что время было позднее, и офис закрывался. Чаще всего у нас клиенты оставляют паспорта на барьере, когда оформляют документы. Оставляют чековые книжки, оставляют пластиковые карточки. Хозяева находятся, возвращаются, или мы находим их по координатам, которые в паспорте. И возвращаем. Александр Дронов заглянул в сумку и убедился, что никакой взрывчатки там и в помине не было. Зато лежал паспорт на имя 23-летней девушки и 6 тысяч рублей. Как оказалось, Елена Пестерникова отправилась в банк, чтобы пополнить его денежными средствами. Однако, заплатив по счетам, забыла собрать с собой кошелек, документы и сумку, в которой все эти ценности находились. На следующий день мы дали сообщение в 008 службу находок, что если будут какие-то сообщения, нам передали. И оставили телефон родителей. Александр Филиппович искренне сочувствовал Елене. Он поднял на ноги всю общественность в лице милиции, пустил слух на телевидении в виде бегущей строки и даже хотел давать телеграмму. Но тут вспомнил про службу находок, где его поиски наконец-то и увенчались успехом. Приехала сюда, худенькая, стройненькая, высокенькая. Как я ей только показал сумку, открыла она ее, посмотрела, значит, я говорю, пересчитайте деньги. Она пересчитала, заплакала, упала на грудь. Дядечка, я никогда не верила, что есть честные люди. Через два месяца Елена с приятелем навестили семью Дроновых. Привезли им гору гостинцев и еще раз от всего сердца поблагодарили. Хозяева же со своей стороны тоже подарки приготовили. Молодые получили бутылку вина и коробку конфет. А еще, еще пожелания на будущее. У меня, говорит, легкая рука, вы поженитесь, вы будете вместе. Вы не поверите, но все получилось именно так, как говорил Александр Филиппович. Теперь Елена имеет не только сумку, но и любимого мужа. И все с легкой руки Александра Дронова. Вообще всю жизнь был честным, честно работал. За всю свою жизнь ни одного прогула не сделал. Очень приятный человек. Мне кажется, таких людей мало вообще у нас. Не могу согласиться с корреспондентом, который сказал, что таких людей мало. На самом деле, наверное, таких людей все-таки много. Потому что, ну, даже здесь, во-первых, это сам герой сюжета. Во-вторых, девушка, служительница, служащая банка, которая утверждает, что они постоянно возвращают чужие вещи и документы. Ну и в-третьих, если бы не было добрых людей вокруг нас, я думаю, что мир бы наш просто рухнул, провалился куда-то в тартарары. И все-таки мир держится на доброте. Жалко, конечно, что вот эти качества перестают быть такими ценными. Качество доброта, отзывчивость, честность. И вы знаете, мне кажется, редко можно встретить человека, который может похвастаться, что вот он был искушен легкой находкой, чьей-то потери, да, и вернул это. Это, к сожалению, смелый поступок, и мы не все готовы к такой смелости. Ну а прямо сейчас до нас дозвонилась Ираида Александровна. Ираида Александровна, здравствуйте, расскажите, что у вас произошло? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы живем по-российски, 71 и 73 дома. У нас около госпиталя вырубили все насаждение. Там у нас были и яблоньки, кустарни, собираются строить какой-то дом. У нас зелень, большая, много зелени, но рядом дорога и трамвай. Ну а вы пытались выяснить, кто это сделал и на каком основании? Вы знаете, что никто нам не доложил, что мы даже, я посмотрел, смотрю, уже все вырублено. А как вы думаете, что вот важнее, вот деревья все-таки или новый дом, например? Их водить трубочку. Так вот, строиться негде. Ага, то есть строиться негде, вот поэтому деревья и рубят. Я готов в дом какой-то. Я вообще считаю, что важно и то, и другое. Мы благодарим вас за звонок, попробуем выяснить, почему так произошло. Вот честно скажу, действительно, деревья у нас вырубаются и порой безосновательно, так скажем. Например, у нас на ЧМЗ тоже вырубили целую аллею туполей. И неизвестно, посадят взамен новые деревья или нет. Самое главное, если вырубается, если есть такая необходимость, ну нельзя не вырубить, ну давайте где-то посадим. К сожалению, вот как раз мы видим, процесс идет в одну сторону, деревьев становится просто меньше. А ведь это наше здоровье, это легкие всего города, этим воздухом дышим мы все. Ну и продолжая эту тему, хочу рассказать вам о том, что сегодня вы, к сожалению, не увидите ни одного садовода. Зато мы вам расскажем, что вскоре они приступят к обработке своих участков. Грядет садово-огородный сезон. Для любителей покопаться в земле уже готовится сюрприз. С мая начнут свою работу специальные автобусные маршруты. Их, как и в прошлом году, будет 39. Однако цена за проезд, к сожалению, станет выше. Теперь, чтобы добраться до собственной дачи, вам придется выложить из собственного кармана не 5, а 6 рублей. 94, 88, 20. Вот эту замечательную музыкальную игрушку, которую нам предоставил магазин «Все для праздника». Кроме таких чудных зайцев, в этом магазине можно приобрести буквально все, что потребуется для веселой вечеринки. То есть воздушные шарики от 85 копеечек за штуку, ушки, носики из поролона по 6 рублей, крылья бабочек, стрекозы и кучу веселых приколов. Ну и, конечно, у кого, если у вас вдруг не оказалось под рукой карнавального костюма, а на карнавал идти надо, то все это можно приобрести в том самом магазине «Все для праздника». Ну и, конечно, 500 рублей от Челябинской государственной радиокомпании мы вручим задувшую новость месяца кому-нибудь из вас, уважаемые телезрители. И напоминаем, что спонсором программы «Челябинское время» теперь может стать каждый из вас. Для этого достаточно что-то сделать своими руками. Вот призовым может быть, ну, буквально все, что угодно. Банка огурцов, я не знаю, там, патефон старый, в конце концов, или еще какую-нибудь такую интересную вещь, которую вы сами сделали. Несите это все к нам, а мы за это, конечно, вас покажем по телевизору, расскажем, какие вы хорошие. Вот. Итак, в эфире очередной претендентом получения приза от программы «Челябинское времечко». Ее зовут Таисия Петровна, и ее новость связана с прошедшими субботниками. Таисия Петровна, добрый вечер. Что ж вас огорчило в этом процессе уборки мусора? Здравствуйте. Меня, в общем-то, не столько огорчило, сколько порадовал этот процесс, как всегда. Мы любим чистоту, порядок, город свой любим очень. Конечно. Но беда одна всегда, из года в год одна и та же. Собрали мусор, набрали кучек листвы, заложили это в мешки, а вывозить, как всегда, некому. И вот перед моими окнами, извините, пожалуйста, что вас перебиваю. Перед моими окнами уже пятый день стоят мешки с мусором, и некому их вывозить. То есть заведено специально украсили... А может быть, они просто знают, что, судя по тому, что вы к нам звоните и так энергично все рассказываете, что Таисия Петровна гражданин отзывчивый и сознательный, и ждут, что вы просто потащите эти мешки, видимо, просто в продолжение субботника, добровольно и безвозмездно, на ближайшую помойку просто потащите. По всей видимости, они ждут этого, но придется, наверное, так и сделать. Но вы готовы пойти на это? Ну как, я готова, только это тяжелые мешки, большие, много. Я понимаю, Таисия Петровна, спасибо вам. Нет, ну вообще, могла бы, конечно, администрация уж и так силами горожан убираем, вернее, то, что и насорили, собственно, да, то и убираем. Я думаю, что нас слышат чиновники, которые отвечают за уборку мусора, и обязательно проверят, где они еще оставили неубранные мешки. Ну а сегодня мы не расскажем вам о внеземных цивилизациях, зато вы увидите настоящего гуманоида. Это зеленое чудо-элемент фото-выставки, которая открылась недавно в Доме архитектора. За несколько дней многие челябинцы успели побывать здесь и оставить дарственные надписи в книге памяти. Я в восторге, вы знаете, каждая фотография просто шедевр, я бы так сказала. И вот я второй раз прихожу, и я уверена, что я могу сюда еще раз прийти, и не один раз. Здесь собраны фотографии из разных уголков земли. И первопроходцы, африканские жители и даже грозные обитатели реки Нил смотрят на зрителей со стен выставочного зала. Кстати, африканские мужчины смогли покорить не только своих соотечественниц, но и наших российских красавиц. Мне понравились снимки африканских мужчин, когда они строят глазки женщинам. Это очень мило. У нас такого нет. А вот перед вами прототип овечки доли в боковом разрезе. Ее, впрочем, как и много других интересных фото, вы сможете увидеть своими глазами. Кстати, выставка именно так и называется. И продлится вернисаж до 10 мая. Обязательно сходите. Человек, о котором пойдет речь, сейчас не стал героем этой фотовыставки, хотя, на мой взгляд, мог бы претендовать. Вы не поверите, но один из жителей Китая решил пообщаться с представителями семейства кошачьих вплотную, для чего залез прямо в клетку к тиграм. Такое решение он принял потому, что ему, не поверите, изменила жена. Расстроенный китаец решил не бороться с обстоятельствами, а сразу покончить с собой. К счастью, тигры не тронули обманутого мужчину, а работники зоопарка отвлекли полосатых сочными кусками курятины. Разделанное мясо привлекло хищников гораздо больше, чем целый китаец. Ну, вот такая информация пришла к нам по АТВ.ру, а наш следующий сюжет подготовлен нашими коллегами из Казани. Когда представление идет полным ходом, зрителям вряд ли удастся разглядеть еще одного человека, который внимательно смотрит на манеж. Пара глаз из-за кулис пристально следят за ходом номера, отмечают все ошибки и проколы. Нет, это не директор цирка, это Марина, жена и мама дрессировщиков Владимира и Рустема Катаевых. Так уж заведено в цирковых семьях, никто не может оставаться безучастным. Слово «работа» для них давно стало синонимом слову «семья». У нас, когда сын старше маленький был, всегда его спрашивали дежурные в гостинице, «Денис, а где же у вас квартира?» И он перечислял у нас все города, какие он помнит. Он перечислял все, и все думали, неужели такие артисты богаты? И действительно, супруги Катаевы считают себя людьми богатыми. И тут дело не в деньгах. Самое большое сокровище, говорят Марина и Владимир, это их дети. Двое мальчиков, четыре обезьянки и пятеро полуторагодовалых медвежат. Марину с легкостью можно назвать матерью-героиней. Ведь всем нужен уход, каждому требуется любовь и ласка. Сейчас чета Катаевых переживает из-за Темы. Вот он у нас что-то так поздно стал линять, линька затянулась очень. И он у нас, шерсть еще у него такая не пушистая, вот, но уже начинает. Он хорошо у нас линяет, мы его на витаминчики посадили, на соки. А девочки у нас они все полиняли, уже такие толстушки моих называют. Тогда, больше 20 лет назад, когда и познакомились в цирковой школе Марина и Владимир, они уже знали, что их жизнь сложится именно так. Цирк — это призвание, и надо стойко переносить всякие линьки, укусы и непослушания. Есть только одна маленькая трудность — всегда приходится быть вместе. Но и к этому нужно относиться философски. Сначала, конечно, тяжеловато видеться друг с другом ежеминутно, говорит Владимир. Зато потом начинаешь понимать все лишь по глазам жены. И этот взгляд из-за кулис как настоящий путеводитель. Ну а прямо сейчас до нас дозвонился Анатолий Валентинович, скажем так, ну, с грустной довольно-таки новостью. Анатолий Валентинович, расскажите, что произошло у вас? — Ну, дело в чем? Дело в том, что напротив садика 428, если мне память не изменяет, но садика в тракторозаводском районе существует свалка. Вообще. — Простите, а эта свалка, она санкционирована кем-то? То есть вот там вот специально вот место для того, чтобы мусор сваливать? — Нет, она никем не санкционирована. Дело в том, что там частный сектор напротив находится. И похоже, что администрации никому дела нет до этих домов. И они сваливают, и уже свалка вываливается на дорогу, а через дорогу находится садик, где подрастающее поколение, грубо говоря, вдыхает нашу с вами кукулу. — Анатолий Валентинович, но вы вот как сознательный гражданин, что-то пытались сделать в этой истории? — А что я попытаюсь сделать? — Ну я не знаю, найти таких же сознательных, как вы, и убрать этот пустырь. — Какой-то действительно заорганизовать. — Но кроме того, можно же выяснить, что должна быть... — А как я организую, это частые секторы. Ребята, извините, конечно, это дело хорошее, что организовать. — Ну хорошо, вы не можете, не хотите, это ваше право, в принципе, но выяснить хотя бы, ведь в частных секторах должен быть где-то угол отгорожен под уборку мусора, в крайнем случае должна приезжать машина туда. Может быть, просто позвонить туда, ударить, так сказать, в колокол общественного мнения? — Да мне просто интересно, куда смотрит директор садика, когда напротив садика свалка. — Нам тоже интересно, возможно, мы не просто будем смотреть, а еще и снимем на видео этот сюжет. Ну а сейчас у нас еще один телезритель, его зовут Константин, и его история связана с прошедшими выборами. Костя, добрый вечер. Что ж такого любопытного случилось в тот памятный день? — Ну вот приходится на выборы, и оказалось, что у нас в квартире прописан еще один человек. — Батюшки, почему это? Откуда он взялся? — Он вам знаком. — Нет, абсолютно фамилия другая, и потом у нас выяснилось дальше, что это, оказывается, у нас два дома и оба номера 6А. — То есть на вашей улице два дома с одним номером? — Да, да, да. — Еще и буковка А совпадает? — Да, да, да. — А у вас, если не секрет, какой номер? — 6А. — 6А, и там 6А? — И там 6А. — Ну это аномалия какая-то географическая, да, господи, быть не может. — Ну, слава богу. — К сожалению, не аномалия, а банальные ошибки. — Звонки принадлежат разным ЖЭКам. — Ага. — Понятно. — Спасибо за ваш... — Спасибо за звонок. — Звонок — это как у Задорона, два восьмых вагона, в общем, а седьмого нет. — Ну, а прямо сейчас вы не увидите воздушные шары. Зато мы вам покажем шары, которые тоже могут летать. «Империи игр» исполнилось три года. За это времечко наша редакция прокатила немало шариков по дорожкам развлекательного комплекса. И небезуспешно мы получили много дипломов и различных программ. — Мы очень рады тому, что боулинг стоит все более доступен горожанам. И в частности, вот этой акции, своей неделе бесплатного боулинга, мы приглашаем всех посетить. Абсолютно бесплатно. Те, кто ни разу не играл. Узнать, как это интересно, как это весело и какой это активный вид спорта. — В развлекательном комплексе есть даже свои герои. Целых четыре лекарствена, которым удалось выбить максимальное количество очков. Кстати, скоро «Империя игр» открывает новую большую империю боулинга. И в новом комплексе появится аж 18 дорожек. Так что шары вам в руки, как говорится, и вперед к активному спортивному отдыху. Сегодня вы не увидите ни одной пчелы. Зато мы вам расскажем, что меда они, к сожалению, стали производить гораздо меньше. И все потому, что в дело вмешались иногородцы. Точнее, пчелы-иногородцы. С их помощью ученые надеялись когда-то повысить продуктивность. Однако, вместо пчел-тружениц получился настоящий, как говорится, генетический мусор. Который, так сказать, жужжит впустую. И меда не приносит. А некоторые пчелы, благодаря этому смелому эксперименту, даже находятся на грани вымирания. Например, одна из лучших пород среднерусская, которая не боится и болезней, и морозов. Ну, к слову сказать, что не боится морозов и герой нашего следующего сюжета. Знакомьтесь, первый гармонист Костромы, или, по крайней мере, один из лучших. Не верите? Посмотрите вот на этот диплом первой степени, полученный Александром из рук известных братьев Заволокиных. А лучше послушайте эти виртуозные переливы, трели и напевы. Александр Антонов, профессиональный музыкант. Начинал, как и все, с сольфеджио и выбора музыкального инструмента. Его лирой стал баян. А гармонь любил слушать, но не более. Гармонь, она как бы традиционно ближе к народу и музыке. Хотя вот, я могу, скажем, немножечко и эстраду исполнять музыку, но вполне. Но все-таки, если вот по корням, так сказать, наверное, гармоничка, она ближе к народу и ближе к истокам. Сначала была самая обычная гармошка, на которой Александр играл для души и на семейных праздниках. Но потом увлечение переросло в нечто большее, в коллекционировании. Сегодня у Антоновых 10 музыкальных инструментов. Самую уникальную гармонь подарил Борис Коробов. Как известно, тоже не безразличный к музыке. Потрясенный профессионализм Александра Антонова, бывший мэр, вручил гармонь венку середины 19 века. Подарил ему какой-то то ли журналист, то ли глава редакции «Аббрисгазет». Ну, может быть, я ошибаюсь, я не могу точно говорить. Единственное, ну, то, что попало, она ко мне обриснула, Сергей Ильич. А гармонина и везде гармонь, считает Александр. Жалко, что в России про это совсем забыли. Чем интеллигентнее среда, тем выше вот потребность слушать эту музыку. Все-таки, мне кажется, что мы иногда много упускаем в воспитании наших детей, особенно вот в эстетическом. И они становятся потребителями. Включим кнопочку, нажал, и там слушай, и такую примитивщину извиняюсь. Ну, не будем о плохом, а скажем, эх, разведи меха гармошка и давай наяривай. Ну, а прямо сейчас до нас дозвонилась еще одна наша телезрительница, Галина Даниловна. Здравствуйте, что у вас случилось? Здравствуйте, добрый вечер. Добрый. Вы знаете, я хотела рассказать такую свою историю, обратиться к водителям, которые привозят пассажиров, частным извозом занимаются. Они, не проверивши, куда ушел этот пассажир, и они бросили мне бутылкой в окно. То есть, батюшки... То есть, пассажир ушел, не расплатился? Да, не расплатился. А пострадали вы? Вы стали жертвой, да? Да, и я оказалась жертвой этой девушки, которая не расплатилась с водителем. И он ждал-ждал, и увидел, что у нас на кухне загорелся свет, он решил, что... Что она пришла именно в эту квартиру, да? Да, и ждал, и запульнул бутылкой стеклянной. Ну, слушай, несмотря на то, что он был очень рассержен, конечно, не нужно было делать так. Я напоминаю, что ваши любые новости могут стать нашими сюжетами. Для этого вам нужно и в течение всей недели позвонить к нам в редакцию и рассказать об этом. Или на пейджер 97-2020 абонент Времечка. Ну, а вот этого чудесного плюшевого зайца поющего, даже я бы сказал, зайца от магазина все для праздника, вот этого зайца за благие намерения мы хотим вручить Таисии Петровне, которая согласна убирать мусор на улице. Вот за это ей зайца дадим. Ну что ж, надеемся, что до следующего выхода в эфир мусор весь уберут, и город наш будет чистый и опрятный. Мы увидимся в следующий раз, 23 апреля. Я прощаюсь с вами и желаю всего самого доброго. Где бы мы ни были... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА